Всем привет, друзья! С вами канал Обзор Времени и сегодня у нас на обзоре часы Casio G-Shock с номером GWN-Q1000MC1A. Перед распаковкой напоминаю, что если вдруг вам понравятся часы во время обзора, то вы сможете их приобрести, перейдя по ссылке под видео. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом и доставкой по всей России. И не забывайте вводить наш промокод Обзор Времени для получения дополнительной скидки. А сейчас мы находим нашу металлическую банку, ее открываем и будем смотреть на наши часы. G-Shock с номером GWN-Q1000, буквочка Q обозначает, что здесь у нас квадродатчик. Это уже не трипл сенсор, где у нас было три сенсора, а четыре. Помимо альтиметра, компаса и барометра, здесь присутствует еще и глубиномер. И позже о нем я расскажу. Вначале, как обычно, давайте разберем материалы, из которых изготовлены данные часы. Как утверждает производитель, корпус данных часов выполнен у нас из резины и усилен углеродными волокнами. Это значит, что в нем сочетаются у нас смолы и карбон, что отличает эти часы особенной прочностью и долговечностью к использованию. Браслет здесь тоже интересный и тоже выполнен у нас из смолы. Такой браслет легко и приятно носить, несмотря на то, что он сохраняет свою огромнейшую прочность. Застежка здесь тоже интересная и, как видите, на ней есть вот такая вот раскладная рамка. Есть две кнопочки, таких вот два фиксатора по краям. Ее мы нажимаем и раскладываем, но это еще не все. Присутствует им вот такое вот колесико, что ли, как на гаечном ключе. С помощью прокручивания мы можем расширить наш ремешок, удлинить. Как вы видите, рамка отъезжает и с обратной стороны это выглядит вот так. Давайте я по-быстрому откручу и покажу, какой здесь все-таки максимум по этой величине. Крутится все на самом деле не очень просто, потому что, вы видели, элемент очень маленький и все должно попадать в нужную резьбу, но при этом все, он крутится и все возможно. Я считаю, это какая-то прям интересная такая инновация, интересное решение и, возможно, многим оно пригодится. Ну все, вот это максимум. Я так понимаю, на сантиметра полтора мы можем удлинить наш бараслет. И давайте обратно все это закручу. Закручивать, конечно, удобнее. Как вы видите, все быстро закрутилось и нет никаких признаков того, что здесь встроен еще какой-то интересный механизм. Что касается остальных материалов, то здесь по две кнопки с каждой стороны. Есть также слева отверстие под барометр и справа есть вот такое колесико, которое у нас на резьбе, выкручивающейся. Производитель также уверяет, что все металлические детали в этих часах, а это беззель, кнопки и так далее, защищены у нас от коррозии с помощью специальной обработки. Безель, как вы видите, действительно металлический. Вот таким вот приятным синим цветом он у нас отбликивает. И сверху он черный, на котором у нас отметки от 0 до 10. Это у нас для работы с барометром. Что касается датчиков, то я уже показал отверстие под барометр. Сверху, судя по всему, отверстие под компас и альтиметр. Ну, а снизу мы видим датчик глубины, так и подписанная глубина. Цифровод у нас достаточно информативный. На нем присутствует у нас графическая область. Снизу колесо выбора функций, на котором у нас одновременно отображается график трилевых и отливов и стрелочки для работы с барометром. И также на окружности присутствует сектор, а точнее шкала погружения глубины. Что касается ЖК области, то информация меняется цифровое время, возраст Луны, число день недели и месяц и барометрический график число и месяц. Функционал здесь тоже достаточно хороший, я бы сказал полный фарш. И начнем с того, что здесь есть запись данных альтиметра, мировое время, данные о Луне и о приливах и отливах. Дальше закат и восход солнца, секундомер, таймер, 5 независимых будильников и радиокоррекция времени. Также под специальные функции у нас вынесена отдельная клавиша. Это правая нижняя, нажимаем на нее и как мы видим часы переходят у нас в режим измерения глубины. Как вы видите секундная стрелка переходит у нас в положение 0 и если мы начнем погружаться, то стрелка будет перемещаться по этой шкале вниз. Измерение идет до 50 метров погружения и шкала об этом соответствует. Дальше у нас есть барометр, показывает график и число гектапаскалей. Следующее это компас. Стрекундная стрелка указывает направление север и численное и буквенное обозначение направления в ЖК области тоже присутствует. И конечно же функция альтиметра, показывает у нас график набора высоты и числовое обозначение метров над уровнем моря. Не обошлось в этой модели без функции отвода стрелок. Это правая, верхняя и левая нижняя клавиши практически одновременно. И в этом режиме стрелки уходят в положение 2.10, где они не мешают считывать информацию ЖК областей. Чтобы вернуть стрелки в другое положение, точнее в обратное, просто нажимаем левую нижнюю клавишу. Также здесь есть и вот эта коронка, которую я говорил в начале, с помощью которой осуществляется функция Smart Access или в переводе простой доступ. Ее мы выкручиваем, она отпружинит у нас и мы ее достаем на один щелчок. В таком режиме мы выбираем аббревиатуру города, выберем мы, ну пускай будет Лондон. И часы автоматически быстро переводятся на время этого города. И если мы берем коронку в исходное положение, то они просто продолжат ход уже в новом часовом поясе. Настраивать с помощью этой коронки время очень просто, но если вам все-таки понадобится ручная настройка, то читайте инструкцию или же пишите мне в личное сообщение ВКонтакте. О подсветке данной модели говорить много не придется, обращу лишь внимание на то, что на стрелках индикаторах часов присутствует светонакопительное покрытие. А сама подсветка бомбит вот так. Бабах! И как вы видите освещается абсолютно все, в том числе и наша ЖК область. Подсветка просто шикарная. Конечно не обошлось здесь без солнечной батарейки и режима сохранения энергии. Водонеприцаемость здесь ограничивается в 20 бар, конечно же, потому что это ЖК, да и датчик глубины говорит о том, что с этими часами можно погружаться на большие глубины. И как вы видите максимум это 50, но мне кажется выдержат они еще и больше. Поэтому если данные часы вам нравятся, то переходи по ссылке, вводи промокод обзор времени и приобретай эти часы по лучшей цене в нашем магазине. Давайте накинуть часы на руку и мы глянем, как они смотрятся. Часы по размеру корпуса я бы их отнес к большим. На моей руке они точно большие, как вы видите, браслет болтается. Конечно же звенья подстраиваются под вашу кисть, поэтому не переживайте. Друзья, если вам понравился сегодняшний обзор, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok